Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные службы и службы благоустройства продолжают приводить Самару в порядок. Ранее глава города Елена Лапушкина дала поручение активнее убирать общественные пространства, дворы, внутриквартальные территории, уличную дорожную сеть. В последний день календарной зимы на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства обсудили актуальные задачи. Первый вице-мэр Владимир Василенко заострил внимание на противогололедной обработке, особенно это касается тротуаров. Заместитель главы города отметил, что температура сейчас нестабильна. То повышается, то снова уходит в минус. Снег тает, а потом образуется наледь. Она появляется даже на тех тротуарах, которые расчистили ранее. Владимир Василенко напомнил профильным службам, что в нынешних погодных условиях нужно обеспечить беспрепятственный отвод талой воды в систему ливневой канализации. Поэтому важно очистить и дождеприемники. Например, сегодня этим занимали специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы». Работали в районе перекрестков улиц Воронежской проспекта Юных Пионеров, Нововокзальной физкультурной, Ставропольской, на проспекте Кирова и в других местах. Тем же самым занимались профильные службы во всех районах Самары. На сегодняшний момент организована работа по очистке дождеприемников и проливке их горячей водой, для того, чтобы они могли спокойно принимать талые воды. Не во всех местах обустроены системы ливневой канализации. В низких местах, там есть подтопление, производится откачка воды болерами. За минувшие сутки с улиц города откачали 437 кубометров талой воды. Также Владимир Василенко поручил профильным предприятиям активнее чистить скатные кровли домов от сосулек, снега и наледя. Тем временем, в последний день февраля в городе трудились более 3400 уборщиков и 308 единиц техники. За сутки специалистам удалось вывести 6463 тонны снега, а всего за сезон в места временного складирования отправили больше 218 тысяч тонн. Очищают кровли в городе в оперативном режиме. Одна спецбригада за смену может обслужить в среднем 6 крыш. Наша съемочная группа побывала по адресу проспект Кирова 220 и увидела, как трудятся специалисты. Привязать сигнальные ленты, поставить предупреждающие знаки. Дальше спецбригада кровельщиков на автогидроподъемнике подбирается максимально близко к крыше Хрущевской пятиэтажки. В этот раз у них по плану освободить от снега и льда четыре таких дома. Но если никаких проблем с уборкой не будет, то можно привести в порядок на 50% больше крыш, рассказал представитель третьего ремонтно-эксплуатационного управления Александр Сафронов. У него в управлении 67 домов, из них 17 с двухскатной крышей. Их в первую очередь и нужно очистить. Работы стартовали на его участке еще в февральские праздники. Сегодня должны завершиться. Ежедневно производится уборка и очистка кровель от наледей сосулек. Эти люди работают у нас очень давно, если мне понять не изменяет, около 17-20 лет. Ежегодно по определенному промежутку времени они проходят переподготовку, сдают себе нормативный экзамен, получают удостоверение. После этого уже привлекается техника для того, чтобы убрать территорию. И привлекаются дворники для того, чтобы убрать этот лед. Ежедневно управляющая компания отправляет статистические и фотоотчеты о проделанной работе в районную администрацию. Если возникают какие-либо замечания, то они исправляются немедленно. Это касается не только очистки крыш от снега и льда. Дворники с 6 утра приводят в порядок подъезды, отмостки, тротуары, а трактористы – дороги и парковки во дворах. В первую очередь работают на проблемных территориях. Предписания все мы исполняем в срок. Они поступают, как только выпадает снег, сразу же, потому что ездят с проверками. Бывает, что снег только выпал, а уже едут проверять, выписывают в отписание. Конечно же, мы можем не успеть свое время почистить в первые часы. Но все отрабатываются предписания, все жалобы жителей, все предписания администрации, ГЖИ, срок устраняются нарушения. И все у нас отлично. В промышленном районе сегодня убирало снег и лед с крыш домов 22 спецбригады кровельщиков. До конца рабочей недели все работы должны быть завершены. Мы же осуществляем ежедневный мониторинг особенно опасных мест. Это где кровли находятся над пешеходными зонами, где большое количество людей проходит. Городская администрация держит руку на пульсе по каждому району. Мониторинг ситуации по очистке кровель от снега и льда ведется ежедневно. Задача поставлена по увеличению количества бригад, в том числе и на жесткий контроль по районам, чтобы администрация районов это осуществляли административными комиссиями. Это связано с тем, что данные кровли выходят на пешеходные зоны, на тротуары. В феврале управляющие компании уже получили от административной комиссии промышленного района 15 предписаний по устранению недочетов по уборке снега. И все проблемные участки были немедленно приведены в порядок. Напомним, все материалы по нерадивым управляющим организациям направляются в ГЖИ или прокуратуру для привлечения к административной ответственности. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Все работы, включая те, что выполняют на инженерных и транспортных коммуникациях, постоянно контролируются. 27 февраля возобновили движение трамваев по линии, переустроенной в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Перекладка была необходима для продолжения строительства метро, производства работ в рамках следующего этапа. После ввода в эксплуатацию новой станции, добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. По расчетам экспертов, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024-го. Уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлили еще на 15 лет. Кроме того, этой весной планируется набор группы машинистов, которые, отучившись, в дальнейшем после открытия театральной будут работать на линии метрополитена. Чтобы обеспечить меньше интервал движения, потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Метро – это как раз та транспортная развязка, когда человек очень быстро может с одной точки доехать в другую точку. Конечно, то, что новая открывается станция, и она тем более рядом с набережной, Адо, площадь Куйбышева – это очень здорово. Конечно, это 20 минут, и ты уже в таком красивом месте. Конечно, для жителей Беземенки это здорово. На заседании Общественной палаты городского округа Самара обсудили стратегию социально-экономического развития областного центра до 2025 года. Члены палаты принимали активное участие в ее разработке. Также было подписано соглашение с Самарским областным отделением Русского географического общества. Подробности у наших корреспондентов. Стратегия социально-экономического развития Самары до 2025 года. Эта тема стала основной в повестке заседания Городской общественной палаты. Ее члены будут принимать непосредственное участие в реализации стратегии. Генеральная цель развития Самары сформулирована с учетом национальных целей и стратегических задач развития страны и региона. Стать одним из городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и комфортности городской среды, конкурентоспособности и инновационно-технологическому развитию экономики. Стать мировым центром космического машиностроения и в производстве сквозных технологий. Межрегиональным центром креативных индустрий, культуры и туризма, международным многофункциональным транспортным хабом. Члены городской общественной палаты и ее председатель Габибулла Хасаев принимали активное участие в разработке стратегии. Приоритетом стало вовлечение в работу по развитию Самары, бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан. Нам очень важно сегодня активизация гражданского общества в плане развития креативных индустрий в городском округе Самара. Мы большое внимание уделяем этому направлению, считаем, что это один из приоритетов вообще в социально-экономическом развитии городского округа Самара. Одна из главных целей стратегии – устойчивое развитие экономики Самары и повышение ее конкурентной способности. В рамках данной цели определены шесть приоритетных направлений, связанных с развитием промышленности, повышением инвестиционной привлекательности, развитием потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и сферы туризма. На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве Общественной палаты города с Самарским областным отделением Русского географического общества. У организации много направлений деятельности, которые пересекаются с работой Общественной палаты. В этом году будет проводиться седьмой Поволжский форум креативных индустрий совместно с Ремесленной палатой. Общественная палата поддерживает это направление, поэтому здесь может тоже активно участвовать. Также это международные просветительские акции, например, географический диктант. Стратегические планы также входят. Изучение и сохранение музеев, развитие культурного пространства Самары. В этом году в областном центре планируется провести несколько совместных выставок с художниками из Донецка. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. Защитить собственников жилья или засекретить владельцев квартир? С 1 марта в выписках из ЕГРН не будут указывать персональные данные, то есть фамилию, имя, отчество и дату рождения собственника объекта недвижимости. Кто и как сможет получить доступ к этим данным, узнала у специалистов Светлана Кудрявцева. Выписка из ЕГРН – это официальный документ, который содержит характеристику объекта недвижимости и данные о собственнике. Однако с 1 марта узнать о владельце квартиры из такой выписки будет нельзя. Вступают в силу законодательные изменения, которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных и предотвратят рост мошенничеств на рынке недвижимости, особенно в отношении социально незащищенных граждан. Третьи лица не смогут узнать фамилию, имя, отчество и дату рождения владельца квартиры. Эта информация по умолчанию будет закрытой, но не для всех. Закон оставляет круг лиц, которые могут получать персональные данные о правообладателе. К таким лицам относятся супруги правообладателей, сособственники соответствующих объектов недвижимости, соседи по земельным участкам при наличии, соответственно, границ в едином государственном реестре недвижимости. Также такую информацию могут получать наниматели соответствующего жилья при условии, если соответствующий наим зарегистрирован в едином госреестре недвижимости. Однако владелец жилья может рассекретить свои данные, например, если он заинтересован в том, чтобы они стали доступны к потенциальным покупателям при совершении сделки. Он может обратиться в Росреестр. Это действие является абсолютно бесплатным, оно является доступным. Это действие можно совершить как в электронном виде на портале Росреестр, на портале госуслуг, так и, соответственно, обратиться непосредственно лично в многофункциональный центр для того, чтобы внести соответствующую информацию в ЕГРН и раскрыть свои персональные данные. То есть в ЕГРН будет делаться соответствующая запись о том, что правообладатель самостоятельно попросил открыть о нем фамилию, имя, отчество и дату рождения. Как только необходимость отпадет, собственник может написать заявление и снова закрыть свои персональные данные. Вот эта информация, она, с одной стороны, является персональной, она, с одной стороны, там решает вопросы, чтобы не все имели доступ к информации о том, кто является собственником помещений, в некоторых случаях это является ценной информацией, но вот теперь это изменение ввели, и нужно понимать, как с этим работать, потому что, ну, конечно, затруднит работу, например, для сделок с недвижимым имуществом, возможно, там, для проверки объектов недвижимого имущества, но вот норма такая. Например, при решении коммунальных проблем придется обращаться с заявлением к нотариусу. Такая ситуация может возникнуть, когда в доме один сосед залил другого. Возникает так называемое обязательство из причинения вреда. Тот сосед, которого пролили, он в этом случае фиксирует данную ситуацию, получает соответствующие документы о том, откуда произошел пролив, и затем он может обратиться к нотариусу. Нотариус, соответственно, посмотрит наличие оснований, предусмотренных законом, для предоставления ему такой информации. И в случае, если посчитает такие основания достаточными, он получит самостоятельную информацию из ИГРН и предоставит ее такому лицу. Далее коротко о других темах. Альберт Каримов. Сильнее всего рухнуло производство легковых машин. Падение составило 66% в годовом выражении. В то же время выпуск грузовых автомобилей снизился на 18%. Как объясняют эксперты, примерно три четверти автомобилей производились на заводах, принадлежащих иностранным компаниям. Была выстроена система, когда в стране работали более 20 производств, которые выпускали автомобили 20 с лишним марок и успешно продавались в стране. Практически все эти производства в прошлом году закрылись. Часть из них уже возобновили работу, поэтому в этом году ситуация будет значительно лучше. Уже работает завод «Москвич». Месяц назад заработал «Автотор» в Калининграде, заработал завод «Солерс» в Елабуге. Ожидается возобновление производства на заводе «Ниссан», «Мазда» и на некоторых других предприятиях. Самым стабильным сегментом в прошлом году стали автобусы. Их производство сократилось лишь на 1%. Цены на автомобили «Автовазы» вырастут с 1 марта примерно на 2%, сообщил глава компании Максим Соколов. Он объяснил это тем, что цену не поднимали достаточно давно. Если машина стоит 2 миллиона рублей, ее стоимость вырастет на 40 тысяч. Рост цен затронет все дилерские центры на российской территории. В начале февраля в «Автовазе» заявляли, что «Лада» в январе показала двукратный рост продаж моделей «Гранта» и «Нива». С 1 марта в России начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях – в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены. Оптимальным местом для приобретения питомца теперь станут специализированные питомники и выставочные центры, где для животных созданы нормальные условия. Магазины смогут продолжить продажу мелких животных. Условия в помещениях можно создать для рыбок, мелких грызунов или небольших птиц. Проверять торговые точки, питомники и частных заводчиков будут Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В 63-й школе Самарского района открылся новый мемориал. Памятную доску посвятили гвардии лейтенанту Олегу Георгиевичу Шпаку. Имя героя Первой Чеченской войны теперь носит и военно-патриотический отряд, организованный в школе. Уже в марте на встречу с ребятами, членами отряда, приедет отец Олега Шпака, чтобы рассказать о подвиге сына и пообщаться с учениками школы. Обо всем подробнее в материале. Военно-патриотический отряд в 63-й школе Самары образовали 7 лет назад. Сейчас в составе 30 учеников-активистов объединение участвует в многочисленных парадах, включая парад памяти, становится победителем районных и городских зорниц и других патриотических акций. За заслуги перед школой в преддверии Дня памяти, который пройдет в марте, военно-патриотическому отряду присвоили имя героя Первой Чеченской кампании Олега Георгиевича Шпака. Казалось бы, уже 95-й год прошло 27 лет. И он не намного старше теперешних членов этого отряда, 17-18 лет. Но уже своим именем, своим подвигом он внес многое в историю нашей страны. 22-летний гвардии лейтенант Олег Шпак с 1995 года принимал участие в Первой Чеченской войне. Был командиром блокпоста под селением Комсомольское. Военнослужащий погиб во время операции по сопровождению колонны с миротворческой миссией. Транспорт, на котором передвигались бойцы, подорвали. Олег Шпак был похоронен на городском кладбище Самары. О подвигах героя во время защиты рубежей Родины помнят по сей день. Военнослужащему посвятили мемориал, который открылся в 63-й школе. Это очень почетно для учеников. Это, конечно же, и патриотическое воспитание. Это история о том человеке, будет жива постоянно. И все те сильные стороны его, которые были в нем, они должны трансформироваться уже, конечно же, в этих членов этого отряда. Помимо военно-патриотического отряда в учебном учреждении действует и юнормейское объединение. Состоять в нем – это особая честь и ответственность, отмечают учащиеся. Многие ребята даже после выпуска из школы не остаются в стороне от событий жизни юнормии. Наш юнормейский отряд занимает лидирующие места во всех мероприятиях, которые проходят на территории Российской Федерации. Юнормейский отряд принимает в таком знаковом событии, которое происходит ежегодно у нас в городе – это парад памяти. Традиционно 29 марта в 63-й школе проходит День памяти Олега Шпака. В этом году на встречу с учащимися приедет отец военнослужащего – Георгий. Ко встрече ребята готовятся основательно. Благодаря Союзу ветеранов ВДВ для членов военно-патриотического отряда изготовят специальную форму со знаками отличия, а также знамена с именем героя Олега Шпака. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Почти пять тысяч звезд на потолке. Раритетный столетний планетарий заработает в музее Самара Космическая. Уникальный аппарат переехал на постоянное место жительства. Елена Чернявская выясняла подробности непростой судьбы раритетного устройства. Как этот раритет оказался в Самаре, история умалчивает. Первое упоминание о нем возникает в 50-е годы прошлого века. И, по словам экспертов, это трофей Великой Отечественной войны. После долгих путешествий старый немецкий планетарий Карла Цейса стал использоваться в Куйбышеве. В кабинете астрономии детского центра «Поиск» проходили астрономические лекции и демонстрации аппарата. Приезжали на экскурсии школьники не только из Самары области, но и из других городов. Несмотря ни на что, на то, что ему практически 60 лет, он в рабочем состоянии находится. Поэтому, пожалуйста, проводить лекции, экскурсии для студентов, для школьников. А для школьников и студентов из других городов, пожалуйста, практическая цель. Звездное небо – это навигация, плюс мировоззрение, образование. И это очень важно для развития подрастающего поколения. Планетарий Карла Цейса показывает почти 5000 звезд. Уникален тем, что входит в самую первую серию, запущенную в производство 100 лет назад. В 1923 году, рассказывает Эльза Медведева, много лет возглавлявшая детское научное общество «Алькор». Уникальность его в том, что это действительно оптический аппарат. Вот видите такие вот здесь оптические части, да? Там стоит лампочка 12 вольт. И пластиночки с точечками. Эти точки повторяют фигуры подсозвездия. Лампочка загорается. И, извините, потом на потолке появляется всесосвездие. То есть искусственное небо. В планетарии одном, звезды видно даже днем. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Эльза Яковлевна ведет активный образ жизни. Именно ее стараниями 100-летний планетарий сегодня переезжает в музей Самара Космическая на постоянное место жительства. Сотрудники музея подготовили для экспоната самое лучшее место. Мы очень благодарны Эльзе Яковлевне. Все экспонаты для нас очень дорогие. Особенно уникален, конечно же, этот планетарий. Мы будем здесь проводить лекции. И для нас это большая ценность. Эльза Медведева мечтает и активно продвигает идею о том, чтобы раритетный планетарий зажег свой волшебный фонарь в стенах музея 21 октября 2023 года ровно через 100 лет после того, как люди впервые увидели проекцию звездного неба через только что изобретенное устройство. Уникальный оптический аппарат «Карл Цейс», способный воспроизводить точную копию звездного неба, обретает свою вторую жизнь в день столетия своего создания. Он займет достойное место в экспозиции музея «Самара космическая», а позже переместится в самарский планетарий, когда тот будет построен. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 1 марта будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения «Самары». С 10.40 до 10.45 будут включены электросирены, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает телеграм-канал Вести с Дворянской. Администрация Самарского района напоминает, что такое диспансеризация взрослого населения. Это возможность выявить факторы риска наиболее вероятных хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация проводится один раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для людей в возрасте 40 лет и старше. По итогам обследования беседа с терапевтом. При выявлении факторов риска развития неинфекционных заболеваний врач предложит план мероприятий по их устранению. Телеграм-канал Администрации Советского района Самары информирует о ежегодной денежной выплате в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения – Пасхи. Выплата предоставляется семьям, постоянно проживающим на территории Самарской области и воспитывающим четырех и более детей. Отцам, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей без матери, одиноким матерям, которые воспитывают двоих и более несовершеннолетних детей. До 31 мая нужно обратиться с заявлением о выплате в Управление соцзащиты или через социальный портал Supremo63.ru. Поддержка семей с детьми предоставляется в рамках реализации нацпроекта «Демография» и его составляющей – финансовая поддержка семей при рождении детей. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. За выплатой могут обратиться многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, семьи в социально опасном положении, признанные таковыми комиссией по делам несовершеннолетних, а также опекуны, попечители и приемные родители. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Информирует в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары». На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok